Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы будем с вами говорить о том, как с помощью простого, удобного, интересного сервиса TimeToast, timetoast.com, мы можем создать свою шкалу событий, по-английски timeline, шкалу, с помощью которой мы можем визуализировать какие-то исторические события, какие-то, может быть, хроники, то есть какую-то последовательность, какую-то линейку событий. Значит, начинаем мы работу с сервисом с того, что нажимаем, нам надо залогиниться на этом ресурсе, соответственно, мы нажимаем кнопочку Sign Up, и в данном случае я вхожу, используя аккаунт, аккаунт, аккаунт от Фейсбука, то есть если у меня нет, я нет аккаунта на Фейсбуке, я могу, соответственно, зарегистрироваться, да, то есть ввести свой логин, пароль, но в данном случае я вхожу через аккаунт на Фейсбуке. Да, нажимаю кнопочку Facebook, и следующим окошком у меня выходит вот это вот окошко, да, которое, собственно, спрашивает, что я буду делать. Ну, в качестве примера я покажу процесс от начала до конца, да, то есть процесс, с помощью которого я визуализирую участие Казахстана, участие Казахстана в Олимпийских играх. Итак, я создаю новую шкалу событий, новый таймлайн, вот для этого я здесь нажимаю здесь, Create a new timeline, и мне, соответственно, надо как-то его поименовать. Да, я выбираю название, например, Казахстан в Олимпийских играх. Играх, и если мне необходимо, я могу выбрать категорию, категорию этого таймлайна, в данном случае он, наверное, больше подходит, ну, больше подходит под History, если ни под какую категорию не попадает, я могу выбрать категоризированный таймлайн. Выбираем History и нажимаем кнопочку Go. Нажимаем кнопочку Go, и вот перед нами пока еще чистая, пустая шкала, на которую я начинаю добавлять свои события, и, соответственно, что-то описать о них, то есть каким-то образом их описывать. Да, начинаю вот я отсюда, то есть добавляю ивент, добавляю события, нажимаю вот эту кнопочку, и что я хочу здесь написать? Ну, здесь я хочу написать первую Олимпиаду, которую Казахстан принес, принес медали, то есть это Олимпиада в Атланте, которая закончилась 4 августа 1996 года. То есть здесь я пишу, соответственно, следующее. Атланта и дата. Дата мне нужна 4 августа 1996 года. Выбираю дату, то есть 04 августа, в нашем случае это август, и пишу год, что год у нас 1996. Вот. В качестве картинки, которая, собственно, показывает нам наш ресурс, я могу, то есть загрузить, точнее, показывает наш таймлайн, для этого, точнее, на это событие. Картинку я могу загрузить со своего рабочего стола, да, то есть я нажимаю кнопочку, которая называется Insert Image, и выбираю, выбираю вот это действие, которое называется Upload Image, то есть выбираю загрузку со своего, в данном случае, рабочего стола. Вот. У меня здесь есть предварительная подготовленная папка, которая называется Олимпиада, и здесь, 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 я указываю фотографию 96-го года, то есть, который сейчас он загружает, да, вот эту фотографию я выбираю в качестве фотографии, демонстрирующей Катарстан в Атланте в 96-м году. Все. То есть, если мне необходимо, я могу что-то еще здесь дописать, ну, если мне ничего делать не надо, то есть я считаю это достаточным. Да, я могу еще, например, поставить здесь ссылку, да, там, на Википедию, на какой-то другой ресурс, который более, может быть, полно раскрывает участие Казахстана в Олимпиаде 96-го года в Атланте. Ну, пока я предлагаю ограничиться, то есть мы просто создаем наше первое событие. Вот, нажал. Вот, отлично, у меня появилось в моем таймбайне, такая вот штучка. То есть, мое первое событие, которое я добавил в этот таймлайн. А давайте еще добавляем Олимпиады Сиднея, Афин, Пекина и Лондона, и посмотрим, что у нас из этого получится. Действия те же самые, да, то есть, это ивент. Следующая у нас Олимпиада была в Сиднее. Закончилась она 1 октября 2000-го года. И выставляем вот эту дату. Первое октября 2000-го года. В качестве картинки, опять же, выбираем картинку, которая у меня подготовлена. Это фотография Ольги Шишигиной. Да, да. И создаем следующее событие. Вот, отлично. То есть, теперь у меня уже вот какой разрыв между точками. Добавляю еще событие. Теперь это у нас Олимпиада в Афинах. Афины. 29 августа 2004-го года. 2004-го года. Картинку для этого события. Да. И готовлю следующий ивент. Так. Еще пару штук. То есть, Пекин. Ой. Случайно нажал на кнопочку Добавить линк. Говорю, что мне нужно добавить событие, которое происходило в Пекине. Опять же, 24-го августа. 24-го августа. 2008-го года. У нас была Олимпиада в Пекине. В которой золото казахстанской команде принес Илья Ильин. Вот я добавляю его фотографию. Она загрузилась. И нажимаю кнопочку Да. Создали еще одно событие. Да. У меня осталась собственно последняя Олимпиада, которую я хочу добавить. Это Олимпиада в Лондоне. Она закончилась 12-го августа этого года. Значит, я указываю эту дату. 12-го августа 2012-го года. И в качестве картинки, которую визуализируют, я выбираю вот эту фотографию. Нажимаю кнопочку Да. Да. Соответственно, вот давайте посмотрим, что у меня получилось в этом таймлайне. Таймлайн мой. Мой таймлайн. Моя шкала событий. Рахватывает период, начиная с 96-го года по текущий 2012-й год. Здесь мы, соответственно, видим то, что мы писали, те картинки, которые добавляли без какого-то сопроводительного текста пока. То есть, если мне необходимо добавить этот текст, то я могу выделить нужное мне событие и дописать тот текст, который мне надо добавить к этому событию. Так. Мы подготовили наш таймлайн. То есть, может быть, внесли какие-то корректировки, да, то есть, добавили, например, ссылки на ту же самую Википедию, если это необходимо. Наш таймлайн готов к дальнейшей его публикации. Значит, для того, чтобы опубликовать его на каком-то нашем сайте, то есть, может быть, в Facebook, может быть, в каком-то другом ресурсе, что нам необходимо сделать. То есть, нам необходимо сделать следующее. Вот, обратите внимание, да, что сейчас мой таймлайн, который я подготовил, он идет со статусом draft. То есть, система пишет мне, что вот черновики таймлайнов не могут быть опубликованы, cannot be shared. То есть, для того, чтобы его опубликовать, вот что мне необходимо сделать. То есть, я нажимаю здесь, кнопочку change here, и я вижу, собственно, все мои таймлайны, которые я готовил, со статусом draft. То есть, со статусом draft, черновик. То есть, перед тем, как опубликовать, я опять же могу его просмотреть, отредактировать, если он мне уж прям совсем не нравится, удалить. Вот, если я готов к его публикации, то я нажимаю вот здесь, на кнопочку publish, и в данном случае, то есть, мой опубликованный таймлайн переходит вот сюда, то есть, переходит в категорию public таймлайнсов. Я, опять же, могу при необходимости вернуть обратно к статусу черновик. Вот, и теперь я, что я могу сделать со своим таймлайном. То есть, вот он у меня опубликован. Я, опять же, нажимаю кнопочку edit, нажимаю кнопочку edit, нажимаю кнопочку view, в принципе, я мог сразу нажать эту кнопочку. Вот. И, вот у меня здесь теперь доступны ссылки, да, с помощью которых я могу опубликовать свой таймлайн. То есть, в фейсбуке, в твиттере, или же, если мне нужна ссылка, то я нажимаю вот здесь, кнопочку ambit share, и вот у меня уже есть, соответственно, прямой линк, да, direct link на ресурс timetost.com к моему таймлайну, то есть, который, который я могу, например, демонстрировать на своем, на своем сайте. То есть, соответственно, таким образом я копирую, копирую эту ссылку, да, копирую URL, и могу его вставить на на своем на своем сайте, на котором я хочу опубликовать подготовленный мной таймлайн, подготовленную мною шкалу событий. Вот, в принципе, и все. Достаточно просто, но и в то же время достаточно эффективно с точки зрения визуализации каких-либо событий в порядке их, например, очередности по годам. Вот, такие вот возможности предоставляет ресурс timetost.com присоединение по годам. И в следующем виду, Продолжение следует...